В имя Отца и Сына и Святаго Духа. 10 августа Русская Православная Церковь чтит память образа Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Адигитрия. 26 февраля 2015 года Святейший Патриарх Кирилл сказал слово в Троице-Адигитриевском Ставропегиальном женском монастыре Зосимова пустынь. Кажется, ну что особенного воздержаться от какого-то рода пищи. А когда человек вступает на путь поста, то оказывается, что чаще всего селенок не хватает. Сами-то мы думаем, что на многое способны, особенно когда размышляем о своем карьерном росте, часто недумеваем, почему нас таких способных не замечают или почему нам не поручают ответственных дел, ведь мы на все это способны и сделаем не хуже, чем кто-то другой, преувеличиваем часто свои возможности. А когда сталкиваемся с, казалось бы, простым делом, ну воздержись от скоровной пищи, сил-то и не хватает. Для многих воздержание от пищи является неким индикатором, который определяет степень наших волевых усилий, нашу способность волевую, а значит, помогает и понять себя лучше. А для чего же нужно воздержание? Святой Макарий Египетский говорит, что цель воздержания – это не угнетение тела, а это оказание помощи душе. Да, действительно так. Мы воздерживаемся от пищи не для того, чтобы ослабить свое тело, свой организм, нанести ему какой-то вред, но для того, чтобы создать благоприятные условия для духовной жизни. Вот для тех самых размышлений о самих себе, для более сосредоточенной молитвы, для более отстраненного от различного рода искушений окружающих нас образа жизни. Святой преподобный Ефрем Сирин, молитву которого Господи и Владыка Живота Моего мы читаем много раз во время Великопостных богослужений, размышляя на тему воздержания, сказал вот что. Существует не только воздержание от еды и питья, но есть воздержание от иных проявлений человека. Воздержание в языке. И говоря на тему воздержания в языке или от языка, святой преподобный Ефрем говорит о том, что всякое пустословие, празнословие, а тем более осуждение, это то, что мы должны волевым усилием исключить, если принимаем на себя обязательства, связанные с постным воздержанием. Положи, Господи, хранение устом моим. Неоднократно мы взываем этими словами к Богу, прося ограничить нас от пустых праздных и особенно от осуждающих слов. Продолжая размышлять о воздержании, преподобный Ефрем говорит, есть воздержание и глаз. Когда человек взирает на окружающий мир, то многое, с чем сталкивается его взор, может внушать человеку соблазн, искушать его, возбуждать чувство зависти и многие другие плохие чувства, которые оскверняют душу. Воздержание глаз заключается в сознательном отстранении, от созерцания всего того, что может разрушить внутреннюю целостность человека и его покой. Вот почему требуется воздержание от просмотра многих телевизионных передач, которые несут в себе много искушений и соблазнов. Вот почему люди не ходят в кинотеатры, не посещают театры и многое не делают того, что связано с искушением, с соблазном, с неким вызовом, с нравственному чувству. Продолжая размышления о воздержании, святой Ефрем говорит о воздержании слуха. И здесь приводит очень мудрые слова. В воздержании от слуха есть невосприимчивость к человеческой молве. В то время, когда жил преподобный Ефрем, тогда информация передавалась устно через эту человеческую молву. Кто-то сказал нечто, другой подхватил, передал, и таким образом люди знакомились с тем, что происходит в мире. Но и в том крошечном информационном потоке было много греховного. Были вымыслы, были осуждения, были сплетни. Да мало ли чего только не было. И предупреждает преподобный Ефрем не воспринимать, не поддаваться человеческой молве. Ну и насколько же этот совет важен сегодня, когда мы живем в информационном обществе, когда без информации не проходит буквально ни одной минуты, и когда информация является главным фактором, воздействующим на ум, на сознание, на волю, на чувство людей. И во время Великого Поста нужно поставить очень сильный фильтр. Он всегда должен быть, этот фильтр. Но во время Великого Поста сугубо отсеивая в этом информационном потоке все то, что может разрушить внутреннее состояние, помрачить сознание, толкнуть человека на осуждение, возбудить какие-то плохие чувства. А далее преподобный говорит о воздержании от раздражительности. и предупреждает, что раздражительность может перейти в гнев, может воспламенить человека, может помочь, подтолкнуть человека к тому, чтобы потерять внутреннее спокойствие, разрушить свой внутренний мир. А потому особым образом нужно контролировать свои чувства. В том числе и те, которые возникают в ответ на внешние раздражения. Услышали злое слово, клевету в свой адрес. Или столкнулись с неисполнением указаний. или еще с каким-то нарушением порядка, за которые несешь ответственность. Нужно стараться удерживать язык свой от гневных слов, чтобы, произнося эти слова, не разрушать своего внутреннего мира. И, наконец, последнее, о чем говорит преподобный Ефрем, это от воздержания от славы. К славе люди стремятся. Слава связана с известностью. А через известность и с положением, с повышением некоего своего статуса, положения, слава ласкает слух. Слава будоражит нервы. Для многих потеря славы – это потеря смысла жизни. А преподобный предлагает нам отстраниться от славы, не искать славы. А если уж слава сопровождает того или иного человека в силу его положения или в силу особых талантов, в силу известности, то нужно научиться не упиваться этой славой, не искать ее, не считать, что именно слава и связанное с ней отношение людей являются непременным условием благополучия и даже счастья. – вот эти простые и мудрые слова преподобного могут принести большую пользу, если попытаться их осуществить. В повседневной жизни это сделать очень сложно. Вот поэтому церковь предлагает время великого поста и как бы обращается ко всем людям. Остановитесь, задумайтесь, помолчите, оградите язык свой от зла, научитесь взор свой отводить в сторону, если он выхватывает из окружающего мира нечто, что разрушает ваш внутренний мир. Слух свой оградите от ненужной информации, разрушающей также внутренний покой и вносящий соблазн. Воздержись от проявления гнева и раздражительности, будь разумен в восприятии человеческой славы. За каждым из этих мыслей целый мир, целая жизнь. И вот дай Бог всем нам по крайней мере прикоснуться ко всем добродетелям, о которых сегодня учит нас преподобный Ефрем Сирин. И тогда мы станем сильными, целостными. Целостность человека это залог его жизненного успеха. Не устоит то царство, которое разделится в себе. Не устоит та личность, которая внутренне разделена противоречиями, конфликтами, двойной жизнью, ложью. И для того, чтобы сохранить эту целостность жизни, и нужно воздержание. Вот почему святый Василий Великий и называет воздержание матерью целомудрия. А целомудрие это и есть образ мыслей и жизни, направленный на сохранение и укрепление целостности человеческой личности. Да поможет всем нам Господь спасительно пройти дни Святой Четыридесятницы. Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Матушка, за добрые слова, которые Вы сказали, и за икону, которую Вы мне подарили. Я давно хотел посетить Свято-Троицкую Адигитриеву обитель Зосимову пустынь, еще и потому, что старец Зосима родом был из Смоленского, с которым связаны 25 лет моей жизни. И поскольку именно в Смоленске почитался и почитается образ Божьей Матери Адигитрии путеводительницы, он и эту свою пустынь назвал Адигитриевой. Радовался сегодня слышать и молиться в храме, где так хорошо пели сестры, и четко исполнялся устав Великопостной службы. Пусть Господь помогает Вам и дальше возрастать в благочестие, а всем сестрам пусть Бог даст силы исполнять послушание и стяжать спасение. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова